Помимо музыкального творчества, чем вы еще увлекаетесь? Вот я раньше увлекался очень многим, и спортом, и музыкой, и всем, всем, всем. Сейчас единственное мое увлечение – жизнь, как она есть. Вот я понял, что ничего важнее и ничего точнее, и ничего лучше, как того, чтобы постигать, кроме того, как жизнь сама нам дается, больше ничего. Внутри нее музыка, занимаемся, но музыка не для того, чтобы музыка была, а через музыку опять жизнь ощущать. Через это общение жизнь ощущать, опять эту жизнь, почувствовать ее, какая она вот сейчас с вами вместе, какая она вот через ваш вопрос. Вроде бы вопрос такой, который мне могли многие люди задать, но вы, когда его задаете, я на него отвечаю именно вам. Потому что этот ваш вопрос, он пробуждает во мне именно то, чтобы сказать именно вам. Поэтому увлекаюсь только жизнью, только жизнью, больше ничем. Все вижу только вот в происходящем. Ничего не вижу отдельно от нее. Не вижу, что даже это сцена, мы выходим на сцену, мы как будто артисты поем. Нету ничего этого, все, все нету. Это люди сидят, настоящие люди, которые пришли сюда. Я ничем не лучше их и ничем не хуже их. Но у меня есть возможность их чувствовать, и у них есть возможность чувствовать меня. И мы можем через это чувство ощутить, что мы есть, что мы существуем, а не через думание, что мы как будто бы я кто-то пошел, пришел. Поэтому вот это чувствовать себя тогда, когда пьешь воду, или тогда, когда разговариваешь, или тогда, когда сидишь, или когда люди пришли, как это себя чувствовать? Что это такое? Что такое чувствовать себя под именно этим небом, который сегодня такой, каким оно не было никогда? И вчера оно не было таким, каким никогда. И каждый раз оно никогда не бывает таким же, каким оно было когда-то. И вот каждую секунду есть возможность это все почувствовать снова, 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 снова выпить эту воду в первой жизни, снова встретиться с людьми впервые. Не было того раза. Я 20 раз встречался с людьми, 30 раз встречался там, 40. Это моя 48-я встреча. Нет их. Их нету, потому что сюда пришли те люди, у которых все новое. Я должен быть никаким, чтобы стать здесь таким, каким меня сотворит вот ваше видение, чтобы себя узнать, какой же я есть вот это. Вот этим я и занимаюсь. Живу. Пожалуйста. Когда я сюда шел, я боялся, что я не смогу задать никакого вопроса. Даже вопрос себе не подготовил. Но по мере, как вы начали отвечать на вопросы, и после того вопроса о страхе, у меня все страхи исчезли. У меня очень, если честно, у меня очень много вопросов. Хотел бы выделить пару из них. Первый вопрос. На какой вопрос вы бы хотели ответить, но его вам никто не задавал в жизни? Если бы мне кто-то задал вопрос, а откуда ты все это знаешь, то, что говоришь? Ладно, спасибо. Следующий вопрос такой. С какой бы исторической личностью, известной исторической личностью, вы бы хотели встретиться, неважно, жив этот человек или в прошлом, вот так посидеть, поговорить, может о чем-то спросить? И такой же похожий вопрос. С какой исторической личностью вы себя сравниваете? С кем у вас много общего? Я ни с каким исторической личностью себя не сравниваю, потому что считаю, что каждый человек, независимо от того, чего он достиг в жизни, уникален. И надо стараться прожить свою уникальность, абсолютно не стараясь себя с кем-то сравнивать или ассоциировать, потому что обязательно каждый человек, он свою неповторимость узнает. Я не знаю, когда это происходит, но каждый человек понимает, что ему и не надо было быть никогда это, Шамсом Табрези, никогда не надо было ему никем быть. Вот то, что он есть, он есть тот, кто он есть, и вот это тот, какой он есть, там нету ничего того, чего не хватает, там все внутри есть. А насчет исторических личностей, раньше бы хотел, наверное, с кем-нибудь встретиться, сейчас не хотел бы встретиться, потому что они все во мне живут, внутри меня, все те, с кем я хотел встретиться. Потому что я в какой-то момент вдруг понял, что я могу любого из них почувствовать в себе, внутри. То есть я могу встретиться с ним, с каждым из них. Почему? Потому что я сам ихний потомок, это все прошлое, которое было, все, что касается всего человечества, не только таджикской истории, а вообще все, что в этом мире было, оно было только для того, чтобы сейчас мы здесь вот разговаривали. Все, великий Чингисхан, Александр Македонский, Куруши Кабир, все, все это было только для того, чтобы эта встреча состоялась. Я вот так отношусь к этому. А фаворит какой-то из них есть? Фаворит нету. Я их всех приветствую, благодарю. Я всегда одну только вот это. Я поворачиваюсь к прошлому и говорю спасибо за то, что все вы были такими, какие вы есть, плохими, хорошими, идеальными, подлыми, пошлыми или каким угодно. Спасибо вам, что вы были точно такими, что я сейчас счастлив. Потому что если бы кто-то чуть не так сделал, может быть все было бы не так. Поэтому все они точно сделали так, чтобы мы сейчас сидели и разговаривали, общались. Спасибо вам огромное. Спасибо, Кирилл. Спасибо, Кирилл. Спасибо. 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 Продолжение следует...